МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Регион-12» информационная программа «12 новостей республики». Смотрите нас и в интернете на сайте онлайн.тврегион12.ру. В студии Виталий Рыжков. Здравствуйте! Арена «Мариэл» открыта. В Яшкарале состоялась торжественная церемония открытия футбольно-легкоатлетического манежа самого большого в регионе Дворца спорта под крышей. С открытием этого спортивного сооружения в регионе получат стимул к развитию прежде всего такие виды спорта, как футбол и легкая атлетика. Реги! Деревься! Проход с мячом, пас, обводка и удар по воротам. Это упражнение одно из базовых на любой тренировке этих и других юных футболистов. Однако есть одно но. Если летом тренировки кудесников мяча проходят в нормальных условиях, на газоне стадионов дружба и молодежный, то зимой мальчишки вынуждены оттачивать мастерство в спортивных залах на паркете. Понятное дело, что никто не говорит, что условия плохие, однако идеальными их никак назвать нельзя. Зимний период, начиная с 1 ноября, и в младшие группы вошли даже в спортивные залы. Спортивный зал «Спартак» и «Фокс-Спартак». Но учитывая холодный период, наши ребята занимаются в очень хороших условиях. В теплых залах, обеспечены учебно-тренировочным временем. И если футболисты земной худо-бедно существуют, то легкоатлетам приходится совсем тяжко. Королева спорта практически на полгода уходит в небытие, что самым прямым образом влияет на результаты. Во-первых, по сути, прерывается полноценный тренировочный процесс. Во-вторых, практически не проводятся соревнования. А если и проводятся, то в местах совсем не напоминающие спортивные. К примеру, много лет беговые дисциплины проводились по коридорам тогда еще политеха. «Зимой мы тренируемся в основном в спортивных залах игревых и на улице. Бег на улице, скоростной и в залах все-таки относится больше к упражнениям прикладной и общей направленности, чем специальной соревновательной подготовкой». Впрочем, все это дела уже минувших дней. И юные футболисты, и юные легкоатлеты могут полноценно заниматься и оттачивать свое мастерство на протяжении года в одинаково комфортных и практически идеальных условиях. Тоже вечно зеленое искусственное футбольное поле в обрамлении и беговой дорожке. Правда, не такой широкой, как на «Дружбе», но и этого достаточно, говорят специалисты. По бокам несколько секторов для прыжков в длину и высоту, для прыжка с шестом и толкании ядра. В многочисленных подрибунных помещениях комфортные и просторные раздевалки. В общем, как говорится, «занимайся не хочу». Условия, конечно, будут отличаться кардинально. То есть подготовка зимняя будет полностью соответствовать требованиям. И, соответственно, перспективы у наших спортсменов будут намного выше. Здесь мы можем готовить спортсменов в зимний период, как и высокого уровня, и также привлекать спортсменов из других регионов, как на соревнованиях, так и на тренировочные сборы. Сейчас был конгресс Международной ассоциации легкой атлетики, с заседания технического комитета, где рассматривался вопрос о утверждении рекордов, которые были выполнены в 400-метровых манежах. Я думаю, скоро все виды, которые не зависят от ветра, можно будет проводить в таких манежах зимой на самом высоком уровне. В том числе нашим? В том числе нашим. Я думаю, что, может быть, сейчас мы работаем со Всероссийской федерацией легкой атлетики, с Минспортом России, мы хотим привлечь сюда чемпионаты России по длинным бегам и по эстафетным, и по ходьбе. Перспектива самая радужная. Нам Министерство спорта выделило очень много времени для занятий. Сейчас мы начинаем подготовку уже к летнему периоду. Ребята с большим энтузиазмом и верой в будущее ждут этого открытия. Мы надеемся, что наши мальчишки будут расти, будут шлифовать свое мастерство. И я думаю, что в скором будущем мы увидим их на большом поле среди хороших, классных команд. Возможности здесь заниматься круглый год. Здесь можно заниматься, начиная уже и в дождь, и в снег, никаких помех нет. Сегодня дети уже не занимаются на снегу, потому что там работают другие мышцы, там холодно, ребята простывают, потому что приходится делать рывки, глубокий вдох. Много ребят пропускают из-за того переохлаждения, много заболеваний. Здесь перспектива совсем другая. Здесь работают те же самые мышцы. Здесь есть возможность играть на большом поле. Уже не на каком-то коротком участке поля, а использовать всю длину и ширину поля. Давай, Россия! Давай, давай! Торжественная церемония открытия стала настоящим праздником, участниками которого прежде всего стали юные хозяева арены Мариал, футболисты и легкоатлеты, гости к которым пришли их коллеги из других видов спорта. По периметру Манежа были разбиты тематические сектора. По настольному теннису и дзюдо, боксу и карате на футбольной поляне мастерство показывали представители Федерации спортивного танца и фитнес-аэробики. Строительство столь масштабного спортивного сооружения велось на протяжении пяти лет. Впрочем, это тот самый случай, когда спешка совсем не нужна. Лучше медленно, но на века. Общая площадь арены Мариал более 36 тысяч квадратных метров. Максимальная высота дворца спорта 33 метра. Стоимость первого этапа строительства составляет более миллиарда рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. Я думаю, что не зря мы деньги вложили, потому что ситуация экономическая благоприятная, доходы республиканского бюджета росли. Мы решили сделать для всех спортсменов, которые любят и занимаются легкой атлетикой, и игровым видом спорта сделать подарок. Здесь же манежи не только соревнования могут проходить по футболу. Здесь любая игра может найти, как говорится, возможность для ее проведения. И гангбол, и мини-футбол, и баскетбол, и волейбол, что угодно. У нас универсальный манеж. Ну и, конечно, соревнования могут любого уровня проходить, потому что спортсмены поставили ковры. Вот, пожалуйста, ринги для борцов. Пожалуйста, поставили ринг для боксеров, и, пожалуйста, боксеры соревнования проводят. Вот универсальный манеж, еще раз подчеркиваю. А всем спортсменам республики хочу пожелать на нашем ковре, там, я не знаю, там, искусственном ковре, и на наших беговых дорожках, и в этом манеже показать результаты. Но самая главная задача, которую я преследую, это то, чтобы люди, занимающиеся спортом, в мире свободный доступ. У нас сегодня есть доступ на лед, доступ на воду, и теперь будет на легкоатлетический манеж. Всем, кто занимается спортом. В перспективе арена Мариел станет самой большой в поместимости среди крытых дворцов спорта и сможет принимать почти 4,5 тысячи зрителей. Также второй этап строительства подразумевает открытие кафе, саун, различных процедурных кабинетов, полноценного медицинского центра. Со временем футбольный легкоатлетический манеж будет не только учебно-тренировочным центром и местом проведения соревнований самого разного уровня, но и центром культурной жизни Ешкаралы и республики. Но в первой официальной игре, проведенной сразу после открытия манежа, наша Мариелочка обыграла Кировская Динамо со счетом 6-3. Таким образом, начав победную традицию новой арены Мариел. Небольшим похолоданием закончится первая декада февраля. Так, всю ближайшую неделю, даже в дневные часы, оттепели не ожидается. Воздух днем будет прогреваться до минус 1-3 градусов. Ночью температура опустится до минус 6-ти, минус 10-ти. Обещают синоптики и солнечные дни в середине этой недели. Также минимальна вероятность осадков. Впрочем, по предварительным прогнозам метеорологов, вторая декада вновь превысит температурную норму по средним многолетним значениям. В последней декаде февраля морозы попытаются закрепить свою позицию. Однако в районе 24-го числа эту оборону прорвет кратковременный мощный всплеск тепла. Возможно, что температура воздуха в этот день достигнет отметки в плюс 5 градусов. Однако зима оставит за собой право громко хлопнуть дверью на конец месяца, когда температура воздуха понизится до нормальных зимних значений и пройдут обильные снегопады. В Мариел сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. По данным управления Роспотребнадзора Республики, на минувшей неделе зарегистрировано более 5,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Большинство заболевших – дети до 14 лет. В целом, по совокупному населению Республики отмечается превышение порогового уровня на 45%. Кроме того, на минувшей неделе в Мариел выявлено 26 заболевших вирусом свиного гриппа. Учебно-воспитательный процесс на прошлой неделе был приостановлен полностью в четырех детских садах и более чем в 100 классах 39 школ Республики. На спад, по словам медиков, эпидемия гриппа пойдет только к концу февраля. Замена водительских прав в случае их потери или повреждения стала проще для жителей Мариел, впрочем, как и все России. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке замены водительских удостоверений. Они были подготовлены в Федеральном министерстве внутренних дел. Медицинское заключение исключено из перечня документов, представляемых гражданином при замене водительского удостоверения в случае изменения персональных данных его владельца, повреждения или утраты удостоверения, говорится в постановлении. При этом медосмотр останется обязательным в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона о безопасности дорожного движения. Новые правила не коснутся замены прав с истечением срока действия, а также не относятся к водителям, которым запрещали садиться за руль из-за административных и уголовных преступлений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самые новые идеи и технологии прямо сейчас, и мы начинаем операцию инновации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно за этой скромной дверью скрывается, нет, не аудитория, а лаборатория будущего. Именно так ее в куларах называют в Морисском госуниверситете. Лаборатория молекулярной генетики для ВУЗа – ценнейший пилотный проект, запущенный в 2015 году. Объект исследования – молекула ДНК. В лаборатории нас уже ждал заведующий Алексей Турбинов. Математик по первому образованию, кандидат биологических наук по второму. В 21 веке исследования ДНК достигли высшего пилотажа в науке. Поэтому Алексей сразу оговорился. На этой инновационно-научной площадке вполне можно вести не только образовательную деятельность, но и научную. Современная генетика без молекулярных методов достаточно сложно себе представить на сегодняшний день. Данная лаборатория завершает полный цикл, который называется ПЦР, полимеразная цепная реакция. ПЦР-лаборатория еще можно ее так назвать. То есть это цикл от выделения ДНК до визуализации результатов электрофореза, результатов ПЦР. Ну и, соответственно, данные анализы могут решать различные генетические задачи. Задачи генетического разнообразия, да, можно решать задачи соответствия клоновой принадлежности видов. ПЦР-лаборатория разделена на несколько модулей, где есть и теоретический класс, и стерильная боксовая система. Работают здесь и студенты, и магистранты, и ученые, но только чистыми руками. Их обрабатывают перед работой спиртовым раствором и исключительно в перчатках. То есть вот самый стерильный бокс, прежде чем попасть сюда, во-первых, в это помещение, вы прошли через три двери. Четвертая степень защиты – это ламинарный шкаф, внутри которого также находится, он открывается, стерилизуется, то есть там еще самое чистое пространство. То есть, соответственно, это нужно для того, чтобы не было контоминации. То есть мы выделили даже на ДНК именно, допустим, лишайника, а не каких-то других плесневых грибов. Это своего рода кухня-лаборатория. И здесь главное – правильно смешать все ингредиенты, и что особенно важно – не переборщить. Поэтому каждый химический элемент взвешивается с особой тщательностью. Материал для исследования ДНК помещается в центрифуге, термостаты, термоциклеры. От количества роботизированной техники новичок здесь может и растеряться. А этот аппарат – гель-документирование и вовсе уникальная машина. Здесь происходит конечный этап по выделению ДНК. Пару секунд – щелчок встроенной камеры и вся информация в компьютере. Студенты, конечно, ДНК человека на занятиях не исследуют. Но это возможно только пока. Объект их исследования – растения, прорастающие на территории республики. Будь то брусника, люпин или лишайники. Кстати, последнему уделяется особое внимание. Морийский госуниверситет выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение ДНК этого гриба. Через три года ученые из МРИЛ должны предоставить фонду подробный генно-молекулярный отчет. Есть несколько задач этого гранта, в том числе возможность пути распространения решайников внутри популяции, межпопуляционные какие-то различия, онтогенетические структуры. Этот грант будет выполняться целым коллективом биологов и студентов кафедры биологии. Возможно, в ходе исследования задачи будут возникать какие-то новые. Это не редкость в научных исследованиях, когда новое открытие влечет за собой все новые и новые продолжения и развития. Все тайны генетики заключены в одном единственном полимере – молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, которую сами ученые называют нитью жизни. Именно на ней записана вся жизнь человека. Именно она определяет цвет глаз, волос, черты характера, границы возможностей. Каждый человек неповторим, потому что неповторимо его ДНК. 99,9% генотипа у всех людей, всех хомо сапиенс, абсолютно одинаково. И лишь меньше 0,1% делает нас отличными друг от друга и индивидуальными. Для выделения ДНК достаточно образца ткани или слюны. В исходный материал последовательно добавляем ряд химических веществ. Лизирующий буфер, протеазу, ледяной этанол – все строго по инструкции. Капаем, перемешиваем, нагреваем. В итоге получается ДНК-портрет. По упрощенному методу выделения ДНК уходит не более 20 минут. В России уже сейчас работает программа по созданию генетического паспорта, куда записываются все возможные заболевания владельца. Разрабатываются приборы, способные одновременно провести сотню анализов по одной капле крови. А ведь 21-й век, век высоких технологий, только начался. На этом все. Наша операция «Инновация» завершена. Увидимся на телеканале «Регион-12». Узелки на память или новый большой проект московской художницы Ирины Андреевой в стенах Национальной художественной галереи. Про эту выставку критики говорят. Мир лета, мир детства, мир бабушкиной деревни. Восстознанные в войлоке образы, как черно-белые фотографии, запечатлевшие что-то давно забыто, но оставшиеся глубоко внутри. Более 20 композиций, выполненных в столь популярной сегодня технике валяния, скорее станут более интересными людям взрослым, у которых когда-то давно каждое лето проходило у бабушки в деревне. Мукрое валяние – один из самых древних способов обработки шерсти, известный еще первобытным кочевым народом. Сама технология проста и незамысловата, когда при помощи горячей воды и рук, но при довольно значительных физических усилиях, шерсть приобретает плотность и форму. В России именно таким способом изготавливались валенки, поэтому Ирина Андреева решила остановить свое внимание на этой технике валяния, наиболее приближенной к традициям. Больше 20 лет назад, ну да, я как художник, я исполняла свои произведения в разных техниках, я была живопись графика, но войлок, валяния, шерсти, как-то так вот мне показалось, что это очень мой близкий мне материал, по характеру, что ли, и чем-то напоминает, не знаю, чем напоминает детство, что-то вот оттуда, либо запах, либо фактура, и какой-то родной, и мне не приходилось выбирать, мне кажется, даже он выбрал меня. Все, что я делаю, это все мои воспоминания, то есть, естественно, сначала приходят воспоминания, и потом уже это все изливается в какие-то формы, в какие-то сюжеты. Стоит отметить, что уже 20 лет Ирина работает в этой трудоемкой древней технике. Впрочем, именно Андрееву считают основателем этого нового жанра – валяная скульптура. Впрочем, стоит отметить, что над созданием скульптур, потому что назвать их куклами как-то не получается, Ирина трудится в одиночку. И то, что она создает из этого грубого материала такие масштабные, сложные, но в то же время милые произведения заставляют задуматься о глубокой мотивации самого художника. У детей еще нету того опыта, нету прожитой жизни, а это как раз о памяти. Конечно, взрослые, взрослые где-то от 30, 40, 50, 60, 70, 80 лет. То есть детям она тоже, она просто интересна, просто здесь интересный сюжет, и такой похожий на что-то такое кинематографическое, что-то мультипликационное, может быть, такие разыгранные действия. Но глубоко выставка заходит во взрослого человека, который уже прожил жизнь. Я очень люблю какие-то русские моменты, которые я беру из фундуков своей бабушки. Те же подзоры, которые висят у меня на антресолях, либо салфеточки. Это не совсем русское, это просто народное, что есть, мне кажется, в любой национальности. Но мне это такой... Эти детали приносят душевность в дом, и я даже рекомендую каждому их привнести. Кусты смородины в маленьком оконном проеме, печь с сушеной малиной на палатях, собака в будке на цепи, куры с хрохорившимся бравым петухом. Здесь важна каждая деталь. Что примечательно, на эти произведения недостаточно одного взгляда. В каждом образе столько мелочей, что обойти или проскочить выставку за пять минут не получится. Удивительные фотографии, где художник вдохнул жизнь в свои скульптуры путем сочетания удушевленного с тем, что лишь по физиологическим показателям живым не назовешь. И ведь правда, согласитесь, эту кошку действительно хочется приласкать. Информационная программа «12. Новости республики» на телеканале «Регион-12» продолжается. Напоминаю, что интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии был Виталий Рыжков. Зима. Время отдыха и обновления. Время, когда не бывает дальних поездок, удушливого зноя. Время, свободное от загородных участков и дач. Время, которое мы посвящаем себе. Именно декабрь – самое подходящее время для занятия собой. Собновление похода в фитнес-клубы, салоны красоты, запись на косметические и косметологические процедуры. Мелочь, а как приятно осознание, что ты делаешь это для себя. Сегодня станем вашим путеводителем по миру современных стоматологических процедур. Не только для лечения, а для придания эстетической красоты вашим неповторимым улыбкам. А какой из ваших детских страхов продолжают вас преследовать и до сих пор? По данным социологических опросов, самым популярным ответом на этот вопрос становится боязнь темноты, а как следствие – страшных чудиш под кроватью. На втором месте – боязнь стоматологов. Причем, как ни странно, боязнь заключается не в страхе физической боли, а скорее на психологическом уровне. Поэтому подавляющее большинство из нас к стоматологу обращаются лишь тогда, когда с зубами возникают достаточно серьезные проблемы. Впрочем, в последнее время эта тенденция меняется. Все больше становится и тех людей, которых заботит эстетическая красота их улыбки. И в первую очередь – ее белизна. Сейчас для того, чтобы изменить цвет своих зубов на пару тонов светлее, есть несколько возможных вариантов. Профессиональная чистка включает в себя комплекс мероприятий, связанных с удалением зубного налета и зубного камня. Включает в себя как ультразвуком снятие зубного камня идет. И песком, порошком. С помощью воды и порошка специальный наконечник убирается в мягкий налет или в мягкие пищевые остатки зубов. Цвет зубов, конечно, становится намного свежее, но сам цвет зуба, как он есть, он в норме, он всегда желтоватый немного. И он такой остается. Но проводится гигиена, нету ни каких-то пищевых остатков, соответственно, нет микрофлоры, которая развивается под этими пищевыми остатками. Профессиональную чистку производят перед плановым лечением или перед плановым хирургическим вмешательством. Это перед протезированием, особенно перед эстетическим протезированием, когда идет речь о подборе цвета конструкции, чтобы конструкция с тот же мост или коронка на фоне своих зубов не выделялась по цвету. Впрочем, некоторые пациенты не довольствуются профилактической чисткой, а настаивают именно на изменении тона цвета зубов. В этом случае стоматологи готовы предложить процедуру отбеливания. Отбеливание зубов, ну, методик, их там очень различные. Много, опять же, не методики. Методика не меняется. Там просто фирмы различные. Методика заключается в том, что химически отбеливается. Она проводится, опять же, комплекс мероприятий с препаратами, которые наносятся на зубы, и они как бы отбеливают их. Ну, если бывает то, что оттенок зуба с желтизной, как это правило, и как это бывает, есть у нас такая своя шкала цветовая. Например, если зубы, они А3, скажем так, это оттенка, можно сделать и А2, на один оттенок отбелить, будет белая. Но такую как бы не советую часто проводить именно это отбеливание, потому что всё-таки воздействие химических веществ идёт на ткани зуба, и часто её не проводят. И всё равно в конечном итоге зуб свой цвет, какой он был, естественный его цвет, он всё равно вернётся. Хочется вам, пожалуйста, отбеливать. Пожалуй, там раз в год можно отбелить. Но в итоге, как правило, да, отдалённые надо смотреть результаты. Частое применение химических веществ, это отбеливание этого, оно приведёт к серости эмали. Связано это, опять же, со структурой эмали. Потому что постоянно вытравливание вот этого цвета, призмы становятся пустые, и они заполняются тем же налётом, тем же мёртвыми микроорганизмами, и её даёт серость или, опять же, нежелательно какие-то нововидные белые пятна на зубах. Стоматологи в последнее время обращают особое внимание пациентов на самолечение, а точнее самоотбеливание. Речь идёт про различные мази, гели, полоски для придания зубам белизны. Если от них прок, этот вопрос мы не смогли не задать специалисту. Пациентам совет один, и он всегда, и у каждого врача должен быть. Без консультации врача ничего не покупать, ничего не делать. Лучше лишний раз прийти записаться к кому-то из врачей-стоматологов и спросить доктора, вот я прочитал вот это вот, а можно мне или нет. Бывает, что есть хорошие пасты, которые продаются по интернету, да, но можно ведь и нарваться на подделку, на какой-то обман. Ладно, хуже не будет, а если будет хуже. Поэтому всегда без консультации специалиста ничего не покупать, ничего не предпринимать. Впрочем, как говорят специалисты, к любой из процедур отбеливания стоит прибегать тогда, когда зубы не только полностью здоровые, но и ровные, что создаёт эффект безупречной улыбки. Одно из главных направлений в эстетической стоматологии – это ортодонтия. Её основная задача – исправление прикуса и восстановление правильного положения зубов во рту для сохранения здоровья зубочелюстной системы. Но для многих главным аргументом в пользу ортодонтического лечения становится создание красивой улыбки. И только в том случае, если процесс лечения не ограничивает возможности общения. Есть такие пациенты, к ним тоже применяем сразу, как правило, два метка лечения. Либо ортодонтический с помощью брекет-систем, с помощью скоб, довольно-таки это в фильмах часто, наверное, видят, особенно подростки ходят. Но когда более взрослый человек приходит, ну некогда он, например, там он где-то работает, некогда ему ходить с этими брекет-системами, ну и как некрасиво. Он хочет выпрямить, чтобы прямые зубы были, потому что у него там кривизна. Ну, да, я уже об этом говорил. Применяем эстетическое протезирование. Конечно, подход там совсем другой. Зубы должны быть пролечены. Даже если зуб здоровый, увы, его надо тогда будет допульпировать, убрать оттуда нерв, чтобы его обточить под коронку. Обточить его надо так, чтобы он стоял ровно, чтобы уже техника отмоделировала, короночку поставил, и всё было ровно. Если незначительные искривления зубного ряда, они хорошо подойдут. Если бывает то, что один зуб даже заходит за другой, и там кривизна очень серьёзная, то тут приходится прибегать тогда и к ортопедическому вмешательству, и к ортопедическому, чтобы выровнять хотя бы немножко зуб встал в зубной ряд, и потом уже закрывать коронками. Во-первых, всё делается по показаниям, как и виниры, как и коронки, как и ортопедическое лечение. Необходимо отметить, что пломбы, коронки и прочие признаки стоматологического лечения, накопленные за все годы жизни, не являются проблемой в эстетической ортодонтии, а в некоторых случаях даже помогают, представляя собой точку фиксации. Кроме того, стоит обратить внимание, что взрослый человек, избирающий для себя опцию выравнивания зубов, руководствуется более высокой мотивацией, чем ребёнок, и готов приложить все усилия для достижения успешного результата лечения, осознавая степень его важности. Именно поэтому результаты лечения, как правило, превосходят ожидания пациента. Вот уже три года в Ишкарале работает медицинский центр нового поколения «Ситимед». Общая площадь клиники более полутора тысяч метров. Это один из самых крупных для Ишкаралы частных медицинских центров. Клиник рассчитан на полный объём амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе оказание помощи на дому. Терапевт, гинеколог, уролог, проктолог, онколог, дерматовенеролог, травматолог-ортопед, кардиолог. Приём здесь ведут более двух десятков специалистов, в том числе и врачи-стоматологи, предоставляя своим клиентам широкий спектр стоматологических услуг. Стоматологическое отделение клиники «Ситимед» оказывает широкий комплекс медицинских услуг, таких как терапевтическое лечение, хирургическое лечение, такое как зубосохраняющая операция и имплантация. Также оказывается стоматологическая помощь детям от 2 до 18 лет, в том числе ортодонтическое лечение, то есть исправление неправильного прикуса. А также в клинике сформирована собственная служба выезда, которая предоставит услугу выезда врачей на дом, в том числе заборы анализов на дому и в офисах. Помимо этого в «Ситимед» можно обратиться, чтобы оформить больничный лист, получить справку в лагерь, бассейн или на санаторно-курортное лечение. Медицинский центр «Ситимед», город Ешкар-Ала, улица Карла Маркса, 140. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 8 800 700 54 11. Редактор субтитров А.Семкин